Привет, комрады! Некоторое время назад один самый, наверное, известный российский обманщик-выживальщик такое агрессивное существо в черных очках лживое, упрашивающее деньги у своих подписчиков опубликовал очередное мегавидео он рассказал, что то ли реставрирует то ли создает что-то там делает, короче говоря, делает такую супервоенную, выживальческую правильную землянку как ее надо сделать без единого гвоздя и я не копирую никакие фрагменты его видео, чтобы меня не обвинили в плагиате в том, что я использую чужой материал поэтому я нарисовал все руками, очень схематично ну вот, землянка имеет вот такой вид, вот это вот земля вот вокруг землянки вот он там вкопался в землю каким-то образом и вот такая крыша этот человек очень хвалится тем, что все сделано без единого гвоздя ну, как я обозреваю, как обычно он все сделал бензопилой у каждого выживальщика, само собой в рюкзаке бочка с бензином даже не одна и гвоздь пила вот ну, естественно, он будет проталкивать я не стал тому визию смотреть интересоваться больше, ну, здесь уже достаточно косяков здесь, вернее, есть один просто глобальный косяк самое основное и плюс к нему мелочь ошибка такая что крыша сделана в корне неправильно то есть, он хвалится тем, что это все сделано без гвоздей как это хорошо, как это умно но это очень неумно почему неумно? потому что крыша во-первых, вот эту вот двускатную крышу ее сделать очень сложно тем более без всяких гвоздей по-правильному крышу надо делать на землянках атакую с каким-то там уклоном в какую-то сторону, чтобы все отливалось стекало вот эту вот крышу надо иметь может быть, больше инструмента больше опыта и главное в несколько раз больше приложить усилий на моем канале есть видео я его описание ссылку на него я приложу в описании вы можете посмотреть как правильно делать правильную землянку которую можно сделать буквально за день вот это вот делать вы, скорее всего, ну, не успеете за день очень много лишних усилий сложно это просто сделать куда проще бросить вот такую наклонную крышу повторюсь прямые там какие-то палки что-то заделать вот это вот все тут уже нужен какой-то опыт плотницкие работы больше усилий больше инструмента ну, повторяю, собственно плюс, ко всему прочему вот здесь вот надо защитить конек вот каким-то образом что-то тут сделать вот здесь вот может начать протекать а односкатная крыша протекать не будет ну, человек в очередной раз вам солгал дал кривую информацию вы можете думать вы можете сделать вывод какой-то человек то есть он принадлежит к той самой неприятной категории лжецов обманщиков дилетантов каких-то лжеучителей так сказать у которых что-то получилось что-то они сделали они решили, что это правильно но это неправильно человек в очередной раз обманывает кто это такой я думаю, все знают говорить не буду все, камрады, пока заходите еще, еще кое-что расскажу ум бежо простите, мой плохой португальский пока там пока 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 пока